Друзья мои, всем привет! Сегодня мы будем делать разуклонку и монтаж трапа в сауне и в комнате для мойки. Какой вид трапа мы будем использовать на данном объекте? Небольшой лайфхак, который вас тоже приятно удивит. Все, погнали! На данном объекте мы будем использовать вот такой вот недорогой трапик фирмы Aniplast. Выглядит он вот так. Здесь вот 50-й выход и вот здесь вот 90-я труба. И сейчас я вам покажу, каким образом мы будем устанавливать его здесь и почему именно этот трап мы выбрали. Это у нас сотая труба, там у нас тоже сотая труба, но как мы понимаем, то что здесь возможно нет раз труба. А если нет раз труба, получается монтировать трап, который именно предназначен для того, чтобы установить его в пол, уже не получится. Поэтому вот такой вот трап с выходом на 50 мы сможем установить в то место, где у нас нет раз труба. И получится, что мы сделаем то, что нам нужно будет сделать. Открыть надо. Это не открывать, это уже не для нас. Ну что ж, обратите внимание, раз труб у данного вывода отсутствует. Здесь у нас установлена просто труба. И получается, как вы понимаете, то, что установить сюда трубу с выходом на 100, естественно, у нас не получится. Либо нам придется все это выдолбить, добраться вон до того раз трубы, который вот там, и уже потом сделать заново монтаж. Но есть способ легче. Это вот такой вот трап. Так выглядит он вот так. Декоративная хромированная решетка 120 на 120. Это у нас сам клапан. Здесь у нас вот гидрозатвор. И получается, смотрите, мы его можем установить в любое место, даже если у нас отсутствует трап. Ну вот, почти, почти вошел. С помощью такого вот изделия можно найти выход из любого положения. Поэтому сейчас мы подрежем к основанию, сколько нам нужно, чтобы был уклончик оттуда сюда. И потом уже будем монтировать такой трап. Там такая же история. Итак, я срезал то, что нам мешало. Это у нас рыжик-рыжик-рыжик, 110 труба. И вот как видим, что я вот установил нижнюю часть душевого трапа вот таким вот образом. Просто заколотил его туда. И теперь от этого самого места мне нужно будет сделать лучи по углам. Но помним, что вот эта часть, маяки, не должны превышать вот этот уровень. Потому что если у нас будет выше, то когда будет монтироваться дверь, она будет очень неудобна. При вхождении и выхождении из этой комнаты будем биться об этот уголок. Поэтому мы должны прийти точно вот сюда. Здесь мы сделаем также небольшой порожек для того, чтобы разделить наши две комнаты. И при монтаже двери здесь было все ровно, и дверь открывалась спокойно. И, соответственно, вон там уже будет другой трап и другой уклон к нему. Вот такие вот небольшие хитрости, о которых нужно знать, когда вы делаете уклон, разуклон в бане. Душевой, в сауне. Ну, в принципе, везде, где это необходимо. Вот. Сейчас я отпилю вон ту трубу и так же сделаю здесь. Потом все это я пропылесошу, загрунтую и уже буду делать разуклонку с помощью маяков. Итак, теперь, когда все подготовительные работы завершены, теперь нам нужно выставить трапы одинаково относительно комнаты. Для этого мы берем любую стену, к которой мы хотим привязать данный трап с помощью рулевки. от одного угла до стены, от другого угла до стены, берем одинаковое расстояние. Так как у нас трап находится без основания, поэтому можем спокойно ставить и крутить так, как мы хотим. Но мы крутить его не будем, мы его выставим так, как нам надо. Небольшой лайфхак, как выставить вот такой вот маленький трапик относительно стены, чтобы было все ровненько. Берем правило, прикладываем его к торцу трапа, и, соответственно, таким вот образом от стены замеряем расстояние. И делаем вот так, чтобы с этой стороны и с этой стороны правило оно равно удалялось от стены, и у нас, получается, трап станет уже точно параллельно входу. Ну, и, соответственно, там тоже самое, делаем так же. Вот. Я, чтобы зафиксировать трап, я установил вот такую вот тряпочку, нашел, засунул, и теперь он у меня не болтыхается, как чуть-чуть ранее. Вот. Теперь мы уже относительно этого угла делаем лучше туда, относительно этого угла делаем лучше туда, и туда, и туда. Ну, и после следующего этапа уже мы задаем разуклонку к трапу. Как это будет дальше, смотрим. Итак, я сейчас раскидал маяки. Как мы видим, то, что от угла идет лучше сюда, здесь так же. Ну, в общем, везде у нас получились разные размеры, потому что центр смещен. Он находится немножко вот в этом районе, не так, как... Если бы я делал изначально, я бы вот это сливное отверстие сделал где-нибудь посередине, чтобы все мои лучи были одинаковые и приходили точно в центр. Такая же ситуация и в этом помещении, тоже находится немножко отверстие не по центру, и поэтому лучи тоже получились разных размеров. Но, как бы, это не критично, потому что после укладки керамогранита на пол мы вот этой вот уже картиной не будем наблюдать. Ну, и, в принципе, для нас это уже будет не важно, так как важно здесь, чтобы водичка утихала из помещения и было все сухо и комфортно. И теперь, когда у нас есть определенное начало, мы уже можем задавать уклон. То есть мы сейчас берем верхнюю точку в комнате, а это у нас верхняя точка будет вот этот вот порог, и относительно него мы задаем вот эти вот по углам отметки, то есть от этих вот самых точек мы будем смещаться к центру. В центре у нас будет самый минимум, то есть один сантиметр. Поэтому мы взяли и маячок размером 10 миллиметров. И, соответственно, нам, придя вот прямо вот сюда, краешку, мы должны полностью просто прижать его к полу. А там, соответственно, у нас должен быть взлет на то расстояние, которое у нас вон там, на примерно где-то 3 сантиметра. И вот с таким вот уклончиком он будет уходить, водичка вот к этому отверстию. Такие вот еще нюансы, которые нужно соблюдать, когда мы делаем уклон к трапу. Просто сделать, бросить как попало маяки тоже не получится, иначе где-то у нас будет так, что водичка будет стоять и не будет стекать к отверстию. Поэтому нужно учитывать эти моменты тоже заранее, и тогда у нас все получится, все будет хорошо. Вот так же, как и у вас. Работаем дальше. Кстати, небольшая рекомендация. Если у вас под полом нет теплого пола, вы можете использовать вот такие вот маячки для монтажа профилей. С помощью них можно очень хорошо задавать уклон, и вы уже без проблем, просто установив на них, можете уже сделать монтаж маяков. Также потом уже мы загоняем под это все дело стяжку, либо штукатурку, и усиливаем тем самым маяк. Один из вариантов монтажа маяков к полу я применил клей. Это у нас горячий клей, который мы можем приклеить к полу, подставить небольшие опорки, и также зафиксировать его вот таким вот образом. И вот все. Теперь у нас он здесь склеился. Также мы его приклеили вот в этом месте, здесь и здесь. И теперь у нас вот маячок уже стоит. Он немножко гуляет, но мы сейчас еще зафиксируем вот эти вот конечки и посерединке тоже сделаем небольшие опорки. Обычный клей-пистолет. У меня тут бытовой, маленький. Но можно использовать профессиональный большой. К сожалению, у меня в данный момент оказался только такой. Ну, естественно, лазерный уровень. Берем вот отсюда отметку. Это у нас 11 сантиметров. И вот в этом углу у нас тоже должно быть 11 сантиметров. Каждый угол у нас, соответственно, должен тоже быть 11 сантиметров. Ну, это вот по выставленному лазеру такая отметка. Понятно? Теперь заканчиваем раскладку маяков, фиксация. Ну, и переходим в другую комнату. Еще один момент, который я хочу вам подсказать, когда вы выставляете маяки вот таким вот образом, как и сделал сейчас я. Смотрите. В общем, на примере этого маяка. Берем расстояние здесь. Здесь нам лазер показывает 11. Берем высоту здесь. Здесь лазер показывает 13. Теперь берем вот это вот расстояние. Делим ровно пополам. И, следовательно, здесь у нас отметка должна быть 12. Вот, как мы видим, так она и есть. И теперь для проверки смотрим за лучом. Весь уровень, уклон уменьшается с 11 до 13. Таким же образом, здесь я проставку ставил, здесь и здесь. Все это мы зафиксировали для того, чтобы уже получить нужный углон. Теперь осталось только дело за малым. Мы под этот маячок закидываем штукатурочку. Потом я, в общем, еще в следующем видео вам покажу небольшие два лайфхака, которые вы также можете использовать, когда будете делать вот так. Все. На этом точно все. Увидимся в следующем видео. Всем пока.